Проект Жасыл-Ель направлен на сезонное трудоустройство молодежи, создание лесных массивов по всей стране для улучшения экологической ситуации в Казахстане, формирование у молодежи патриотизма и бережного отношения к богатствам родного края. На встречу были награждены руководители молодежных ресурсных центров всех районов области, а также молодежь, которая принимала активное участие в сохранении окружающей среды. С поздравительной речью выступил заместитель Акима Жарминского района Раим Нургалиев. Глава государства Касымжамарт Кемельевич Токаев в своем послании народу в этом году отметил, что формирование нового качества нации для нашей страны имеет особое значение. Каждый гражданин, особенно молодежь, должен развивать лучшие качества, а хорошие качества формируются благодаря следованию добрым традициям и активному участию в жизни общества. Это патриотизм, трудолюбие, дисциплинированность, справедливость и другие качества, о которых говорит президент. Особенно образование и труд имеют большое значение для будущего молодого поколения. Активная молодежь, а также молодежные центры со всех районов области Абай были награждены ценными призами, а также получили специальные номинации за проделанную работу. Руководитель областного управления общественного развития Айдар Садырбаев дал положительную оценку завершившегося летнего трудового сезона и вручил специальные благодарственные письма. Летний сезон выдался очень удачным. Каждый из вас сделал яркие и добрые дела в глазах родного народа. Поэтому хочу выразить искреннюю благодарность за ваш труд. Я верю, что каждый из ваших товарищей и друзей, близких вам людей, бережет природу так же, как и вы. В этом году в рамках программы «Жасыл-Ель» в летний сезон было трудоустроено порядка 700 молодых людей из двух городов и восьми районов области. По словам директора областного молодежного ресурсного центра, данный проект является одним из удачных и в будущем будет традиционно продолжен. Надеюсь, данный проект, организованный для того, чтобы молодежь могла с пользой использовать свое свободное время в районах, будет продолжено традиционно. Активисты «Жасыл-Ель» — это прежде всего одни из самых молодых граждан, которые поддерживают чистоту в селах, районах и в целом в регионе. Таких молодых людей должно становиться с каждым годом все больше и больше. «Жасыл-Ель» не только объединяет молодежь нашей страны, но и помогает ей в вопросах трудоустройства. Самые активные граждане и молодежные ресурсные центры районов были награждены по нескольким специальным номинациям. За активное участие в эко-челлендже первого трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл-Ель», победители спортивной акции молодежных трудовых отрядов, а также победители фотоконкурса. «На сегодняшней церемонии закрытия мы получаем награды за наш труд. Хочу выразить благодарность государству за организацию подобных мероприятий, тем самым уделяя внимание молодежи. Жасыл-Ель — хорошая программа для расширения своего окружения». Одна из представителей активной молодежи Даяна Мухаммедханова работает в «Жасыл-Ель» порядка пяти лет. О работе программы она узнала благодаря молодежному ресурсному центру села Бородулиха. По ее словам, работа в этой сфере дает возможность самореализоваться и внести свой вклад в сохранение природы. «Работая в «Жасыл-Ель», я чувствую, что приношу огромный вклад в развитие нашей экологии, также показываю своим примером другой молодежи, что обязательно нужно заботиться о нашей планете. Сегодня я получила награду «Лучший командир». Торжественное мероприятие завершилось концертной программой. Стоит отметить, проект «Жасыл-Ель» планируют продолжать и в следующем году, потому что инициатива способствует формированию ответственного и гражданского подхода к решению социальных и экологических проблем, что является важным шагом в развитии казахстанской молодежи. Малика Мухтарова, Ержан Макзунов, Телеканал «Семей». Продолжение следует...